Здравствуйте, я Павел Балейшис, приглашаю вас провести ближайшие 20 минут вместе с корреспондентами Лидского телевидения. Мы расскажем об основных событиях в нашем регионе. Смотрите сегодня выпуски. Они помогают охранять общественный порядок. Сотрудниками линейного пункта милиции на станции Лида на дежурство выходят члены добровольной дружины. Награды – результат целенаправленной работы. Два диплома с областных предметных олимпиад привезли в этом году учащиеся 9-й Лидской школы. Шлемы, хоругви и доспехи. В северо-восточной башне Лидского замка работает выставка «Защитное оружие средневековой Беларуси». Праздник покровительницы студентов. В Татьянин день в Лиде можно будет поклониться иконе Святой Татьяны – Великомученице. По случаю столетия социальной службы Беларуси Лидский райком Белорусского профсоюза работников, государственных и других учреждений отметил наградами специалистов Лидского дома-интерната для психоневрологических больных. Грамоты были вручены на праздничном мероприятии, во время которого в адрес коллектива учреждения было высказано немало слов благодарности за понимание чужой беды и оказание помощи нуждающимся. Сегодня здесь отмечается День социального работника, 100 лет со дня образования социальной службы Республики Беларусь и 70-летие со дня образования дома-интерната. Я просто не имею права сюда не приехать, не поздравить этих людей глубокой души, с открытым сердцем, которые творят чудеса, заботятся о тех проживающих, которые здесь проживают. Хочется пожелать им крепкого здоровья, успехов в работе, всего самого наилучшего. Лидский дом-интернат для психоневрологических больных в прошлом году отметил 70-летие. Сейчас в нем проживает 350 человек в возрасте от 18 лет и старше. Помощь им оказывают 155 социальных и медицинских работников. Они помогают охранять общественный порядок. Почти 15 лет назад на Лидском железнодорожном узле была создана добровольная дружина, члены которой каждый вечер и выходные дни сотрудниками линейного пункта милиции патрулируют территорию станции. Одно из таких дежурств вместе с сотрудниками провела и Ольга Купрашевич. В любую пору года, каждый рабочий день вечером, а по выходным в течение дня на железнодорожной станции Лида можно увидеть людей в оранжевых жилетах с надписью «Дружинник». Это добровольные помощники сотрудников милиции. Их задача – следить за общественным порядком, а в случае его нарушения оперативно реагировать. В настоящее время добровольная дружина насчитывает 35 членов дружины, которые оказывают посильную помощь органам внутренних западов, охране общественного порядка. На объектах ЖД транспорта профилактики правонарушений, профилактики травматизма в ходе рейдовых приобретений, направлений на безопасность и сопровождение поездов. В составе добровольной дружины работники станции Лида, Лидской дистанции сигнализации и связи, Лидской дистанции пути и локомотивного депо Лида. Среди ее членов сегодня слесари, электромеханики, техники-лаборанты, кладовщики, специалисты отдела кадров и представители других профессий. Из 20 человек, которые стояли у истоков дружины, в ней остались до сих пор 5. Среди них и комплектовщик локомотивного депо Лида Ян Романко. За почти 15 лет он не раз признавался лучшим дружинником Гродненской области. Радует, что с каждым годом наших дружинников становится больше, ряды пополняются. Ну а работа, как работа, она по-любому какие-то положительные эмоции приносит, какие-то отрицательные. Все бывает в этой жизни. И задерживаем, и отпускаем. За 2018 год члены добровольной дружины более тысячи раз выходили на дежурство. Ими были задержаны 155 правонарушителей. Они сопровождали по разным направлениям более 200 поездов. Наравне с мужчинами дежурят и представительницы прекрасной половины. Уже седьмой год за общественный порядок радеет кладовщик локомотивного депо Лида Ольга Страковская. Работа в принципе нравится. Если бы не нравилась, наверное, я бы не ходила сюда. Коллеги замечательные. Благодаря им мы сплоченный коллектив, который занимает какие-то призовые места. Помогаем работать в милиции, выявлять преступления. За почти 15 лет работы добровольная дружина Лицкого железнодорожного узла дважды становилась призером областного смотра конкурса добровольных дружин Гродненщины. В 2017 году она была второй, а в 2018 – третьей. Оба раза в личном зачете победителем становилась Ольга Страковская. Она была лучшей по сумме трех этапов, а оценивала жюри, внешний вид дружинников, их умение оказывать первую медицинскую помощь и знание нормативных документов. Все это уже не раз было нужно Ольге Витальевне во время дежурства. Так что если увидите на территории станции Лида людей в оранжевых жилетах с надписью «Дружинник», будьте уверены, они окажут вам помощь в любой ситуации и дадут необходимую информацию, касающуюся работы Лицкого железнодорожного узла. На областной олимпиаде по учебным предметам в этом году два диплома 1.1 и 1.3 степени завоевали учащиеся 9-й Лицкой школы. И это для учреждения высокое достижение, ведь в последние годы его воспитанникам не удавалось попасть в число призеров областного этапа. Однако целенаправленная работа педагогов и мотивация ребят все-таки дали результат. Диплом первой ступени по биологии десятиклассницы Валеры и Савельевой для 9-й школы – значное досягнение. А когда улучшить, что этим предметом девчина начала поглыбленно займаться только в вересне, у знагорода у двоя дорожайшая. С 5 по 9 класс Валерия удельничала в олимпиадах по русской мове и навод была призером ее районного этапа. А вот на пропанову наставницы биологии Светланы Бедняковой поспробовать свои силы в ее предмете, она никак не сгаджалась. И только после того, как вы решила поступать в медицинский университет, сразумела – биология ей потребна. Девчина пошла в 10-й химико-биологичный класс, начала займаться индивидуально со Светланой Михайловной и самостоинно поглублять свои веды. Ни один день не проходя у Валеры без биологии, так что лечить ее первое место выпадковостью неправильно. Да и сама она отзначая, что справиться с олимпиадными заданиями было непросто. Практика показалась мне довольно сложной, а теория… Некоторые вопросы были легкие, а некоторые вопросы были сложные. Я даже не знаю, что было легче. Там очень много материала, которого мы по школьной программе еще не проходим. Например, генетика, которую мы берем только в конце года по программе. Во умовах высокой конкуренции десятиклассница 9-й лицкой школы Валерия Савельева смогла справиться с хвалеванием, поднять усе свои веды и стать пероможцем областной олимпиады. После обвешения выника эмоции переполняли, и они, я князь дивна, были двоякими. Была рада и немного расстроена, потому что это очень сложная работа, на самом деле, ехать на республику. Ну и первую, наверное, узнала Светлана Михайловна, потому что она сама позвонила. Ну, потом я позвонила родителям, они были очень рады. Что сказала Светлана Михайловна, когда узнала, что все получилось? Ну, она поздравила меня, сказала, что я молодец. Малайчина тут не только Валерия, а и наставница, тому, что у Светланы Бедняковой отрымалась за 4 месяца изробить то, что и иншие педагоги робят годами – подрихтовать пероможцу областной олимпиады. Зараз и она, и ее выхованка снова в праце. У Саковику – республиканская олимпиада. Им хочется вернуться отоль с триумфом. Подготовка к олимпиаде – это огромный совместный труд учителя и ученика. Это умение слышать, слушать, запоминать, умение планировать свое время, умение работать источниками информации. Но, как говорил Сухомлинский, все надежды учителя будут ничто, если ученик не хочет работать и не хочет учиться. Я занимаюсь с Валерией и хочу отметить, что это мало того, что способная девочка, но еще с большим желанием учиться, постигать новое. И я думаю, что у нее большое будущее. Если Валерии Савельевой биология спотребится для поступления, то Ильи Васильева – предмет, по которому на областной олимпиаде завоевал диплом третьей ступени, не мая никакого дочинения до его профессийного выбора. А Марец-юнок – быть военнослужащим. Процовное навучание, кажется, это хобби, но вельми потребное в жизни. Мне нравится делать изделия из дерева. Это развивает моторику рук. Сделать что-нибудь своими руками – это лучше, чем просто купить что-нибудь. Уроки працовного навучания захопили Илью еще в пятом классе. Тому, когда наставник Александр Бернацкий пропоновал рыхтоваться до олимпиады, он сразу сгодился. Первый успех пришел просто два года. Тогда Илья занял другое место на районной олимпиаде. Потом юнак не раз становился призером на этом этапе. Протягнул занятки со своим педагогом он и в десятом классе, не глядя на то, что предмета працовного навучания уже не было. Надо же хотелось ополепшить свой выник. И все лето у Ильи отрымалось стать первоможцем районной олимпиады по працовным навучаниям и завоевать диплом третьей ступени на областном этапе. Выбиться у лидера, отзначая он, было не просто. Соперники были вельми моцными. Ребята были сильные. Они хорошо сделали, некоторые лучше. В теории тоже были много новых вопросов. Но они хорошо ответили. У Знагорода Ильи на областной олимпиаде – это подарунок школе на развитание. Все летою он заканчивая 11 класс. А вот Александр Бернацкий протягнет працу по пошуку новых та линовитых ребят и подрыхтуется их до олимпиады. До речи у Александра Валентиновича Илья не один и в ученике стал призером областного и ее этапу. Добиваться результата очень сложно. Олимпиады с каждым годом все сложнее и сложнее становятся. И чтобы выйти на этот результат, который сейчас у нас есть, нужны тренировки, работа. Что мы делаем? Мы повторяем задания прошлогодние, которые были. Участие во всех конкурсах, которые возможны. Участие во всех олимпиадах. Тренировка практического тура, практики. Тренировка теоретических заданий. Задач технического плана решения. Ну и упорным трудом, желанием учащихся, конечно, помощь родителей тут также очень важна, потому что без родителей справиться бывает сложно. Администрация девятой школы затекавлена в поспеховом выступлении в учениках на олимпиадах. В годы, когда у них не отрымливалось подняться выше и за районный этап, были проанализованы причины этого и сделаны выводы. Для занятка узадорными детьми был распроцованный специальный план. И два селетние дипломы на областной олимпиаде, а так само два захвачивальные листы по биологии, русской мове и литературе – первый его выник. К участию в олимпиадах ведется колоссальная работа нашими педагогами. Это прежде всего индивидуальные занятия. Это занятия олимпиадных школ. Это посещение занятий районных олимпиадных школ. А также изучение предметов на повышенном уровне. Спочевать на лаврах у девятой школы не сбираются. Головное мыто педагогов не разово завоевать у знагороды, а зарабить так, как дипломы на областной олимпиаде в учни отрымливали что год. Причем не один, або два, а больше и по розных предметах. Да и якость дипломов так само для установы мое значение. Тому, что хочется, как рабяты заявили про себя и на республиканском этапе. Следующая информация для родителей будущих первоклассников. Гимназия номер один города Лиды проводит занятия по подготовке детей шестилетнего возраста к обучению в школе. Собрание для родителей состоится 25 января в 18 часов в здании гимназии, расположенной по адресу улица Суворова, 18. Свято-Георгиевский храм Лиды приглашает студентов в пятницу на молебен. 25 января православная церковь будет отмечать День памяти великомученицы Татьяны, или, как его называют в народе, Татьянин день. Богослужение начнется в 10 часов, однако поклониться иконе святой Татьяны можно будет в течение всего дня. Хочется сказать, что это праздник, установленный еще с третьего века, в День памяти святой мученицы Татьяны, святой первых веков христианства. Но так получилось, что святая Татьяна очень полюбилась нашим русским народом, и это видно по именам, которых очень распространенные у нас даже в теперешнее время. А с 18 века, точнее, можно сказать, с 1755 года этот день стал Днем студентов, потому что на Руси открылся первый университет. Был освящен храм в честь мученицы Татьяны, и так как-то стало складываться, что студенты стали отмечать этот праздник. И вот в нашем храме будет совершаться молебен в этот день. Хотелось бы пригласить всех студентов, прийти, помолиться. Думаю, эта традиция будет, так скажем, продолжаться, потому что действительно студентам нужна особая помощь, особая помощь Божия. Я сам был студентом семинарии, пять лет, академия, три года еще в училище учился. И действительно иногда, когда вроде бы много знаешь и учил, но всегда перед какими-то экзаменами, зачетами обращались к Богу. Поэтому студентам есть возможность прийти, поблагодарить Бога за экзамены, которые прошли, ну и попросить Божьей помощи на наступающее учебное время. Тем более в нашем храме находится икона святой мученицы Татьяны, которая была написана на пожертвование студентов нашего колледжа. Поэтому приглашаем всех студентов прийти и помолиться небесной покровительнице своей. Дух великих битв Средневековья поселился в северо-восточной башне Лицкого замка, а привлекла его выставка, на которой представлено защитное оружие Средневековой Беларуси. Все ее экспонаты – творения ремесленников Минской художественной мастерской «Стальное наследие». Они – точная копия вооружения, которое много веков назад помогало нашим предкам выживать в боях. Съемочная группа Лицкого телевидения поспешила увидеть выставку. Опынуться в 10-м, 12-м и 15-м стаходе, поглядеть на белорусские шлемы и сброют их часов, увидеть хорух в Минского воеводства и семьи Радивилов. Усех это леча не могут заразробить у Лицким замку, а докладней, поднявшись на опошний поверх его полночно-усходной вежи. Но по залу, где организована выставка «Аховная сброя Средневековой Беларуси» нельха пробегчася обык, потому что ее экспонаты размещаны по этапах развития сброи. С початку наведовальникам пропонуются знакомиться с ранешними секторными шлемами, потом сфероконечными и горшковыми, а так само бацинетами, саладами, арме, бургеньотами и широком инших, которые изъявились опосля. Кожная выставочная речь мает свою историю, у ее есть своя родима, да и створено кожное по своей технице. За основу взяли шлем, потому что для воина из столетия в столетие, из веков век самое главное была защита головы. Конечно, руку и ногу побежали, это не так болезненно, когда удар приходился по голове. И, конечно же, они показали через шлем, как проходило развитие вооруженного мастерства Белоруссии. Через шлема можно посмотреть, даже проследить, к какому сословию относился тот или иной воин. Выстава «Серодневечной сброи» не залита светлом. На двороте она специально погружена у Прытемки. Все шлемы подсвечиваются червоным колером, что символизует распаленную сталь. Когда подходишь до экспоната, колер меняется на желтый. Куратор выставы Ганна Некрашевич у этого увидела оживление протков после долгого сна. «Серод» выставленных шлемов есть тыи, которые притягивают до себя особо мощно. Например, закрытый шлем с гротесковым забралом. У «Серодневечной сброи» он не только оборонял своего уладара, но и застрашивал вороха своим внешним выглядом. «Серод» экспоната у выставы вылучается шлем Миколая Радзивила Черныха. И он позолоченный, посеребранный и покрытый колеровыми эмалями. У Николая Радзивила было несколько доспешных гарнитур. И вот тот шлем от парадного гарнитура, полностью парадный гарнитур нигде не сохранен. И вот только части хранятся. Одна часть в Америке в Метрополитен-музее, вторая во Франции, третья в Австрии. Ну и вот ребята с художественной мастерской стальной наследия решили, ну а почему им не воссоздать шлем или какую-то часть этого доспеха, потому что в Беларуси ничего нет. У Лицким замку сейчас выставлено больше за 30 копий соправданных шлемов, доспехов и хорохов в «Серодневечной Беларуси». Их вырубили рамесники Минской мастерской майстерни «Стальная спадшина». На створение экспонатов пошло два с половую годы. На ветвольники выставы один голос отзначают. Такого еще не бачили, а коли доведываются, что это копии, захопляются еще и профессионализмом тех, кто их зарабил. Выстава сказать, по правде менее, спадабалася вельми, и навык захватила и выкликала гонор за наших бродков, потому что такие пригожие, по-перше, по-другому, корыстные. Мы сначала оховывали только голову, а потом и твари, и нос, и шею. То есть, видать, как развивалось с тягом часа оховывание наших воинов. Во всяком случае, вельми пригожие, и разные техники, и разные формы, и разные откулени пришли. Выстава оховная сброя «Середневечная Беларусь» уже выставлялась и в Мирским и Несвистским замках, а так само и в Минску. У Лидии ее можно будет наведать на протягу этого года. В конце выпуска новости спорта. Хоккейный клуб Лида во вторник играл на выезде с Гродненским Неманом и не смог вырвать у него победу. Игра закончилась со счетом 5-0 не в пользу рыцарей. Оставшись на шестой строчке чемпионата Беларуси в экстралиге, они готовятся к завтрашнему домашнему матчу с хоккеистами клуба «Динамо Молодечно». И на сегодня это все в четверг 24 января. В связи с проведением профилактических работ программы Лидского телевидения в эфир не выйдут. Возобновится трансляция в пятницу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова